так и так значит мы начинаем прямой эфир я в москве как раз ищу нормальный фон а то у меня номер такой с картинами что просто вообще как раз иллюстрация прекрасная иллюстрация к сегодняшнему уроку сейчас я включу значит сейчас смотрите это у нас как раз помешли сейчас уроки помешли и про женщин сейчас про женщин урок и как раз у меня картины в номере такие что мама не горю я отсюда сейчас выселяться буду как раз переселяюсь с этого номера потому что мне так такой фон вообще не нужен видите смотрите какой фон в номере сделали вообще в ужас вот и у нас как раз урока о том как вот какая должна быть мораль еврейский турист облика морали то есть как какая должна быть мораль у нас значит мы продолжаем изучать мишки у нас сейчас 6 глава и 24 отрывок 24 отрывок давайте уберу уберу чтоб так она не не выглядело тут еще хуже картины тут эти картины что вообще страшно на стены смотреть так вот так вот так так я посветлей и фон нормально да хорошо итак дорогие друзья все мы продолжаем изучаем 24 отрывок 24 у нас отрывок притчи все значит при царь соломон который был женат на 700 жен и говорят что у него еще было 300 наложниц то есть 700 жен и 300 наложниц он нам 24 отрывки 7 главы говорит остерегайся говорит лишь мурха мишетра михелы катла шо нахря это мы уже изучили 25 отрывок 25 отрывок он говорит не пожелай красоты ее в сердце твоем в альтиках эха бафафе и не будешь ты схвачен ее ее под мир 9 подмар диванами начал говорит так что женщины они особенно вот эти вот испорченные женщины они совращают мужчин они реально мужчин совращают и они значит гоняются за мужчинами для того чтобы их совратить так он предупреждал нас и он нас здесь предупреждал еще о том что значит сам процесс совращения он идет в голове у мужчины то есть глаза увидели а дальше он себе сам все дофантазировал до выдумывал понятно да какая технология то есть глаза видят сердце хочет руки-ноги начинают делать и рабин ахман он для того чтобы освобождаться от вот этих вот путь от этих путь женщин да что делал рабин ахман он представлял представлял анатомический атлас то есть он видел женщин как как в анатомическом атласе да просто в разрезе как они вот если просто там например половина вот так а половина в разрезе жилы вот эти вот мышцы кости внутренности тишки там знаете у человека тут 25 метров тишок если посмотреть на самую такую там модель топ модель которая вообще она полу раздета и представить что у нее внутри 25 метров тишок и чем они заполнены то все очарование сразу исчезает моментально исчезает все очарование и царь слава нас об этом предупреждал второе из более глубокое объяснение что есть например в то время были греческие философы и эти греческие философы они были очень умны они очень красиво умели рассуждать а может так мир устроена может так а может давай голыми побегом а может а может это но они красиво рассуждали то есть не был красивый язык вот эти греческие там комедии трагедии театры все эти и об этом тоже говорится в 25 отрывке не пожелай красоты и и в сердце не вожелай и не будешь ты схвачен ее под мир под маги моргать под маргиваниями да значит следующий отрывок такой кибат и шазуна оттикар лэхом что из-за женщины блудной поднищают то есть беднеют до буханки хлеба то есть человек который начинает за этими женщинами блудными бегать то он теряет все свои деньги это же надо сколько денег чтобы за ними бегать там они все требуют же деньги подарки и так далее знаете было раньше модно в литературе 18 века куртизанки разные там и так далее значит они все были такие продажные женщины и но они дорого стоили и мужчины значит они в общем тратили на них деньги царь салмон предупреждал не надо этого делать и а замужняя жена то есть вы эшит иж жена как жена вообще до замужняя нэвэш екарат отсуд она вообще у человека душу забирает то есть если мужчина он занимается развратом с женщинами свободными но которые продают себя то тогда он теряет только деньги но душу своего не теряет то есть нет прямого запрета истории на такие взаимоотношения мудрецы все это запретили но вторе прямого запрета такого нет но вот замужняя женщина если мужчина он занимается развратом замужняя женщина это вообще запрет истории там страшные вещи страшные вещи обоих надо убить поторе представляете насколько это важно что бог добрый бог любящий бог он сказал двоих надо убить а если у замужной женщины от чужого мужчины рождается ребенок то тогда этот ребенок мамзер и на нем нельзя на нем нельзя вообще жениться жениться на нем нельзя все представляете насколько это страшно и насколько это нельзя исправить насколько бог этому серьезно относится чтобы были вот эти вот супружеские отношения были крепкими до чтобы были вот такие вот семьи вместе значит я когда это изучал я вспомнил сейчас я вспомнил а вот следующий отрывок двадцать седьмой а их тэ иш эш бэхэйко убгада влоты сарефна положит разве может быть спрашивать царь соломон царь шломов спрашивает может ли человек положить огонь себе за пазуху и чтобы его одежда не сгорела конечно не может и вот это вот желание желание разврата она как огонь она сжигает человека она очень сильная бог специально так сделал то чек запрограммирован и есть два главных инстинкта которые двигают человеком в этом мире два главнейших инстинкта которые определяют они как бы двигатели всего поведения если мы их рассмотрим то это два главных двигателя поведения всех людей первый двигатель это инстинкт самосохранения желание жить это абсолютно нерациональное, это человек живет до, ну вот прямо он уже еле ходит, но он хочет жить, и страх потерять свою жизнь, он двигатель большинства мыслей человека, да, то есть большинство мыслей человека, оно управляется страхом, а что будет завтра, а как я буду жить, а что я буду кушать, вот например у меня сейчас, я услышал, что сейчас же очень серьезная между Ираном и Израилем ситуация, да, и ну такая прям предвоенная, и я все время утром просыпаюсь, бах, у меня сразу мысль, надо посмотреть, что там, какие новости, что там в Иране, что там в Израиле, какие следующие шаги, сейчас Нетаньягу едет в Москву на 9 мая с Путиным разговаривать, то есть казалось бы, почему с утром у меня первая мысль об этом, потому что война это страшно, война это смерть, то есть все, что связано с опасностью, смерть, боль и так далее, это очень человека пугает, потому что у него есть инстинкт самосохранения. Теперь вторая движущая сила, это желание получать удовольствие, и самое большое удовольствие Бог специально прошил в отношениях, в сексе, и если бы этого не было, люди бы так к этому не стремились, то есть идет постоянное стремление, вот эта вся любовь, стихи, но по итогу-то, что является Ромео и Джульетта, что он от нее хотел-то, Ромео это, да, то есть что он от нее хотел, Ромео, ну так он мог ей песни петь еще много-много лет. Почему-то любовь, она обязательно должна привести к физическому контакту, да, теперь вот эти вот две вещи, инстинкт самосохранения и инстинкт размножения, они управляют на таком, знаете, инстинктивном уровне жизнями людей, жизнями всех 7,5 миллиардов людей. И поэтому Бог нам сказал, что вот эта вот тема половых отношений, на Йом-Кипуре есть целая глава, которая говорит о том, что нельзя, где там поставлены ограничения, то есть человеку поставлены ограничения религиозному в основном в половой сфере и в питании, там где можно легко получать удовольствие, так Бог говорит, слушай, вот здесь это кушай, это не кушай, а в этих отношениях здесь тебе можно, здесь тебе нельзя, и давай с этим разберись. То есть вот два главных запрета. Теперь, раньше у человека не было вообще, было очень сложно с этими запретами жить. Почему? Во-первых, не было достаточного количества еды, человек большую часть времени голодал, большинство людей голодали, реально, они были в постоянном таком голоде, да, потому что тут засуха, тут не уродилось, тут еще что-то. Если уже тебе попадалась еда какая-то, то тебе удержаться было достаточно тяжело. Теперь в отношениях было у людей вообще совершенно дикое желание, намного больше, чем сейчас, то есть вообще нельзя сравнить то, что было во времена царя Соломона, и спрашивают, как он мог 700 жен выполнять свои супружести и обязанности. Он мог, он реально мог, то есть в то время люди могли, и не просто могли, они, прям у них было желание постоянно этим заниматься, да, как у хомячков. Вот конкретно были люди в то время, как хомячки такие, да. Даже про святого царя Давида, про папу царя Соломона написано в Талмуде, что когда он увидел там одну женщину, он за ней 3, 3 бежал 3 мили, 4,5 километра он за ней бежал, пытался ее поймать, а она ему кричит, говорит, что ж ты делаешь-то, я замужем, я не могу в это самое, зачем ты берешь на себя этот грех, он не мог остановиться. Представляете, какое было у людей в то время, в то время желание. И, значит, поэтому, поэтому, когда они его могли преодолеть, они реально становились святыми. То есть, это как человек, который преодолевает большое сопротивление, у него растет сила. Вот есть люди там, марафонцы, ультрамарафонцы, они могут пробежать 200 километров, 300 километров, и когда они выходят на этот уровень преодоления себя, они становятся сверх ультра, да, они становятся ультрамарафонцы. То же самое человек, который там со штангой, чем он тяжелее поднимает вес, тем он сильнее. То есть, через преодоление растет сила. То же самое, люди раньше, когда они могли преодолеть вот это вот свое желание, и они говорили Богу, все, я тебе послушен, я хочу, но я не буду делать. И они, преодолевая вот такое вот инстинктивное стремление, они поднимались на уровень пророков. И вот здесь вот весь этот вопрос, может ли человек положить себе огонь за пазуху и не сгореть? Есть известная история в Талмуде, в трактате Сан-Эдрин. Там рассказывается история о... был такой Юшуа первосвященник, это был последний первосвященник первого храма. И были Хананья, Мишель и Азария, это были пророки. И были еще и лжепророки в то время. В то время были лжепророки, это люди, которые, типа, ясновидящие, экстрасенсы, они делали чудеса, но они были лжепророки. Почему они назывались лжепророки? Они это делали для себя, для своего удовольствия, для своего... то есть они это делали не для Бога. В Торе написано, что лжепророков надо убивать. Конкретно Бог сказал. И вот в Вавилоне, где еврейская община, она была прямо очень при... как сейчас в Америке, да? При Вавилонском царе было... человек, который справа от него сидел, это был глава еврейской общины. То есть, представьте, уровень, да? Значит, как сейчас у Трампа, есть его дочка, которая приняла иудаизм, и ее муж Кушнер, его фамилия, который ортодоксальный еврей, соблюдающий, представьте. Вот так было в Вавилоне. И там было два лжепророка. Они были люди такие видящие, знающие, но которые жили только ради себя, своего удовольствия, и они не соблюдали заповеди. И вот, значит, они настолько были наглые, и настолько они были, как сказать, влиятельные, наглые, что они подкатили, у на выход на царе была дочка, и они ей говорят, знаешь что, у нас, один говорит, у меня было пророчество, что ты должна быть с моим вот этим вот другом, со вторым пророком, лжепророком. А второй такой посмотрел, говорит, а у меня было пророчество, что ты с ним должна быть. И они ей говорят, дочке царя Вавилона, на выходные царю. Дочка такая на них смотрит и говорит, знаете, я пойду папу спрошу, пойду я спрошу папу. Приходит она к папе, рассказывает эту историю, и папа говорит на выходные царь, царь, говорит, что-то здесь не сходится, что-то не сходится, потому что были же Хананя, Мишеля и Азаря, пророки, которых я в печку бросал за их веру в Бога, и Бог их из печки спас. Так они мне говорили, что Бог Израиля не любит разврат. Бог Израиля это запрещает. Вот он не учил тогда Тейлим, не Тейлим, Мишля, он не учил, но он от пророков знал, что Бог Израиля не любит разврат. Значит, вызвали эти лжепророков, и он им говорит, парни, что же вы предлагали моей дочке? Я же знаю, что Бог Израиля не любит разврат. Они ему говорят на выходные цару, откуда ты знаешь? Он говорит, мне сказали Хананя, Мишеля и Азаря, пророки. Они говорят, ну правильно, Бог им так сказал, а нам так сказал. Мы тоже пророки, они пророки, мы пророки. Бог им так сказал, нам так сказал. Значит, на выходные царь говорит, да, говорит, логика в ваших словах есть, но, говорит, есть нюанс. Их я проверял, их я в печку бросал, а вас не бросал. То, что они пророки, я знаю, а вы пророки или нет, я не знаю. Так что, говорит, придется вас в печечку бросить. Тут они, конечно, переглянулись и говорят ему, не, 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 говорят, это не работает, так нельзя, так нельзя, потому что их же было трое, а нас двое. Их Бог спас, а нас может не спасти, может, наших заслуг не хватит. На выходные царь, он им говорит, парни, говорит, вы правы, да, действительно есть логика в ваших словах, поэтому, говорит, я все равно вас хочу проверить, но я вам разрешаю взять с собой третьего, берите с собой третьего. Возьмите себе, выберите себе третьего, такого цадика, праведника, и посмотрим тогда, насколько вы пророки. Значит, они понимают, что как бы съехать будет тяжело, и они говорят, мы хотим взять Иушуа. Они знали, что Иушуа, первосвященник, который был последним первосвященник в первом храме, он цадик, он праведник, он вообще такой святой. И они думают, ради него Бог нас спасет. Значит, их троих хватают и бросают в печку. Бросают их в печку, значит, огонь, эти лжепророки сгорают, а Иушуа, первосвященник, он выходит из печки, живой и здоровый. Но сгорели его одежды, как написано здесь в 27-м отрывке. А может быть, чтобы человек положил огонь за пазуху, и одежда его не сгорела? Не может такого быть. То есть, вот этот огонь желания, если его в себе разжигать, то он каким-то образом обязательно может навредить. Теперь Талмуд спрашивает, а почему у него одежда сгорела? Если он праведник, почему у него одежда сгорела? И, значит, первое предположение Талмуда такое, что из-за того, что с ним вдвоем было два злодея, его одежда сгорела. Талмуд говорит, не, это вообще не ответ. Потому что для Бога, значит, если он уже его спас, так чего одежда сгорела? То есть, для Бога нет такого, что вот одежда сгорела, потому что там было два злодея. Нет. Если сказать, что он был один праведник, и его заслуг не хватило, чтобы одежду спасти, так Авраам Авину, он был один, Авраам, братец, он был один в печи, и у него ничего не сгорело. Значит, что? Значит, Талмуд говорит, нет, здесь дело в другом. И отвечает, что у него одежда сгорела, потому что его сыновья были женаты на неподходящих женщинах, они были коины, а женились они на женщинах, запрещенных для коина. И это было немного, как бы, засчитано ему как грех. То есть, у него самого не было никакого греха. Но из-за того, что его сыновья действовали неправильно, где-то здесь была, возможно, его какая-то ответственность. Так Талмуд намекает, что одежда его сгорела. Теперь, здесь, если мы все это раскрутим обратно, то нам в 25-м отрывке написано, что не вожелай вот этих женщин в сердце своем. То есть, самое главное, это лишь сохранять глаза. Не смотреть на женщин, запрещенных вообще. Вообще не смотреть. Потому что внутри этот огонь, он остался. То есть, это, как бы, такая инстинктивная программа по умолчанию. И если ее включаешь, то этот огонь, он потом может сжечь, и он очень, ну, реально мешает. Теперь, как его загасить? Можно его загасить в ешивах, например, сидят целый день, учатся без остановки, тело становится слабое, у тебя этот огонь, он, как бы, ну, снижается. Это первый вариант. Второй вариант, это вариант Рабина Ахмана рассматривать женщин как анатомический атлас. В общем-то, вот два варианта, которые нам предлагают мудрецы для того, чтобы убрать желание иметь запрещенных женщин. Вот такое вот сегодня мы можем выучить из этих нескольких отрывков. Дальше идет усиление этого, что даже если ты, бывает ли, что ты ходишь по углям и ноги не обожгутся. В принципе, бывает. Вот этот отрывок в шестой главе, он, он, как бы, такой для меня сомнительный, потому что я уже 10 лет вожу людей по углям. Но я, когда думал над этим, думаю, ну, как так? Написано, разве бывает, что люди ходят по углям и не обожгутся? В принципе, здесь написано правда. Ходить по углям невозможно не обжечься. Пробежаться по углям можно. То есть, если ты по улице пробегаешься, и ты видишь эти рекламные щиты, и ты мельком их заметил, эти щиты, то оно тебе особо на мозги не капает. Но если ты рассматриваешь рекламные щиты, смотришь в аэропорту, невозможно пройти в аэропорту мимо этих всех реклам. То есть, они постоянно женщин выставляют в каких-то таких ракурсах специально для того, чтобы вызвать у мужчин желание. Если ты это рассматриваешь, то это как будто бы ты ходишь по углям и обжигаешься, потому что оно в голову входит, особенно это входит детям, особенно это входит подросткам, когда у них идет период полового созревания. То есть, они один раз, увидев эту картинку, оно им просто потом голову выжигает мозги. Так устроена мужская голова. То есть, женщинам, я не знаю, как у них устроена голова. А у мужчин так устроена голова, и царь Шломо об этом предупреждал. И все это ведет к чему? Если мужчина начинает бегать за женщинами блудными, он обеднеет. Если он начинает бегать за женщинами замужними, он потеряет свою душу. А что должен делать религиозный мужчина? Он должен жениться и любить свою жену. Жить со своей женой, любить свою жену и с ней создавать отношения физические, эмоциональные, интеллектуальные и духовные. Что, в общем-то, царь Соломон, наверное, он поэтому, он Каэлит в конце и написал, что все суета-сует, потому что он попробовал объединиться с 700 женщинами, 700 жен. Я думаю, что он реально был в стрессе. То есть, это реально было дико тяжело, 700 жен вообще. Как это можно выдержать? Поэтому он в 54 года, в 52 года, он исчез. Некоторые говорят, умер, некоторые говорят, исчез. Но есть два мнения. Что есть мнение, что он еще после этого 40 лет, он просто ушел отшельником, отходил от этих 700 жен. Есть мнение, что он умер в 52 года, 40 лет побыл царем и умер. В 12 лет он стал царем. В общем, реально, женщины, это тяжелая тема. Как он сказал, Солом Амелок сказал в Каэлите, что в Экклезиасте, что Бог создал человека прямым. В эмо бекшухи жбанот рабим. Когда они стали вдвоем, эмо, эмо, они, начались много разных расчетов, потому что мужчина думает так, женщина думает так, змей думает так. И так как все хотят друг другу понравиться и быть, ну, то есть получается очень сложно, да. И много есть вариантов, когда возникали споры. Даже у наших праотцов возникали споры. Вот эта вот ситуация Яков, и у него было две жены, значит, Рахель, Лея, еще две жены. И потом очень сложно возникают ситуации, потому что сложные возникают ситуации, да. Но что мы должны делать? Мы должны их максимально упрощать. Один Бог, одна жена, одна Тора, минимум вот этих вот, как сказать, искусственных, минимум искусственных насаждений в голове, вот интересно, что здесь я, а, вот здесь я на это тоже написал, на 25-й отрывок, что не увлечет она тебя, не вожила ее красоты, ее подмардиваний, да. То есть вот эти вот все внешние, внешняя вся мишура, о которой в конце, в конце Мишли царь Соломон сказал, Он сказал прям конкретно, что обманет красота, и Эвель, как пару идет миловидность. Женщина, которая, если у нее трепет перед Богом, она будет прославляема всегда. И это же касается вот вообще всего мира. То есть я прям для себя это написал, у меня был такой вывод, что есть красота естественная, да, красота настоящая, красота простая и понятная. Это красота, которую создал Бог, это природная красота, природа, цветочек, водопад, гора, дерево, восход, закат, небо, облако. Это красота, красота такая, ты смотришь на это и думаешь, как красиво Бог создал мир. Есть красота искусственная, да, вот люди там рисуют какие-то картины, там что-то они выдумывают, всякую вот такую вот хрень налепливают. И человек, который в эту своим вниманием, своим своим вниманием и своим интеллектом, он уходит в эту всю путаницу, он теряет себя, он теряет контакт с настоящим собой. И очень важно вернуться вот к таким простым, простым вещам, научиться от простых вещей получать удовольствие. Не выдумывать себе, не выдумывать себе, не фантазировать о чьей-то там красоте и привлекательности, а именно получать удовольствие от того, что есть. И Раши был такой, великий комментатор Раши, он, у него была такая интересная привычка, он не смотрел два локтя вокруг себя, вот это было его пространство. И он говорил так, я не буду смотреть дальше, чем два локтя вокруг себя, все, что мне надо, мне Бог приведет в эти два локтя. То есть в этот метр вокруг меня, Бог мне все приведет то, что меня касается. А то, что меня не касается, так оно меня не касается, мне оно вообще не надо. И он жил вот в этом вот маленьком своем пространстве, в этом маленьком своем пространстве он стал учителем всего Израиля, он изучил всю Тору, написал комментарии на всю Тору, и он вошел в историю, как в великие Раши, Рабан, Шель, Исраэль, сокращение, Рабишлома и Цхати. Все, дорогие друзья, значит, какие мы делаем выводы, женщинам, чужим женщинам бой, ни с кем не общаемся, кроме женимся и общаемся с женой. Все, дорогие друзья, удачи это сделать, эти выводы. Напишите, пожалуйста, свои выводы, я, значит, их обязательно прочитаю. Я уже написал перевод всей главы, надо все повторять. Тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. И поэтому давайте сейчас напишите свои выводы, три вывода, прям нужно обдумать то, что я рассказал и сделать свои выводы. Напишите в комментариях и потом прочитайте все, что мы до этого учили. Все, удачи, успехов, до встречи, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok